Знаете, в современном мире, ну есть наука, да, вот Виктор говорил недавно, психология, которая изучает тайны человеческой души и психики. И, но Господь нам также открывает эти тайны. И, в частности, я вижу в Писании секрет, как Бог спасает душу человека. Хотела бы прочитать вам место Писания, это Римлянам 10 глава, как раз апостол Павел открывает этот секрет. Послание Римлянам 10 глава с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Парадокс, но как и во множестве случаев в истории человечества и в жизни отдельных людей, всемогущий Бог, небо и земли, Творец Вселенной, осуществляет свой замысел, его великую непостижимую волю, осуществляет через несовершенного человека. Бог посылает людей в нашу жизнь. Знаете, в моей жизни очень много лет назад произошло именно такое чудо. Бог послал в мою жизнь людей, которые мне благовествовали, и моя душа была спасена. Это было много лет назад. Я была студентка в чужом городе, я жила у родных. Мой парень был в армии, у родителей были проблемы с работой. У меня была, можно сказать, депрессия. И я просто вот бездумно ходила по центру этого города, и в душе была такая пустота, такой мрак. И я понимаю, что Бог просто увидел меня в этот момент. Он был со мной, но Он послал мне людей, которые мне рассказали об Иисусе Христе. Я просто гуляла, и там вот был раньше, назвали пятачок около пассажа, да, там художники всякие, неформалы собирались, рокеры. Услышала людей, поющих песни. Молодые люди просто поют песни, прекрасные песни. Я просто остановилась и, ну, вслушалась, но песни были о Боге. А на тот момент я для себя решила, у меня была попытка найти Бога в традиционной церкви, но эта попытка не удалась. И я решила, если это о Боге, то это не для меня. Ну, не для меня, эта тема для меня закрыта, надо искать смысл, истину, радость где-то в другом. Но вдруг ко мне подошли, подошел молодой человек, начал просто со мной общаться. И он мне просто показал любовь Божию. Знаете, среди этих молодых людей был наш пастор Виктор, но он тогда еще не был пастором Виктором, он просто был молодым человеком по имени Витя. Вот. Что я хочу сказать? Вот тайна эта, это великая тайна, как Бог спасает душу человека. В то же время это так просто. Нужен человеку, нужен человек. И я вышла говорить о таком проекте в нашей церкви, как Альфа-курс мы называем его, да? Альфа-курс, прошу не путать, с поколением Альфа, с Альфа-банком. Альфа – это первая буква греческого алфавита. И Христос в Писании назван Альфа и Омега. Так вот, у нас в церкви есть служение Альфа-курс. Но Омега-курса у нас нет, но Альфа-курс есть. Альфа – это начало, это старт чего-то нового, какой-то важный момент. И встреча с Иисусом – всегда начало нового прекрасного пути. Итак, этот Альфа-курс наш стартует 7 октября, уже буквально через несколько недель. Будет по понедельникам в 19.00. Если кто-то знаком с этим Альфа-курсом, потерпите меня, я расскажу, может быть, для людей, которые не слышали, что там происходит. Такой формат, мы просто взяли этот формат, и это очень удачный формат общения. В нашей церкви Альфа-курс проходит с 2009 года, где-то обычно два раза в год мы делаем это, осенью и весной. Вот сейчас как раз все из отпусков вернулись. Знаете, я летом так соскучилась по этому служению, своей подруге, коллеге сказала, я говорю, я так скучаю по Альфа-курсу. Она говорит, не вздумай начинать с сентября, потому что у нас много работы на моей основной работе. Я говорю, да нет, мы с октября начнем, как раз все люди вернутся из отпусков. Так вот, начало Альфа-курсом 7 октября. Формат предполагает какую-то тему духовную. Мы раскрываем основные базовые темы христианства. Что такое вера? Кто такой Иисус Христос? Зачем нужна была смерть Иисуса Христа? Как Бог говорит в нашей жизни, как Он ведет и направляет нас? Смысл страданий и так далее. У нас 11 занятий будет, 11 понедельников будет. Что-то важное происходить в этом здании, в трапезной. Знаете, я считаю Альфа-курс, ну, может быть, конечно, потому что я занимаюсь этим служением, но я считаю, что это одно из самых духовных служений в церкви. Потому что там происходит, ну, так же, как и на наших богослужениях, происходит какое-то священное действие. Бог касается жизни людей. Я вижу, как жизни людей меняются. Хотя форма у нас разработана, темы разработаны, но каждый раз Бог как будто бы накрывает новый пир и какое-то новое наполнение, новый смысл и новые благословения. На кого рассчитан Альфа-курс? Во-первых, это люди, которые, ну, так же, вот, как и я много-много лет назад, да, они не видят смысла. Или они, наоборот, ищут этот смысл. И они интересуются верой. Добро пожаловать этим людям. Будьте посланником для таких людей. Просто посмотрите вокруг себя, не сейчас в церкви, а вообще в жизни, на ваших коллег, на ваших друзей. Иногда, может быть, это будет прохожий какой-то случайный или попутчик. И Бог может сделать вас посланником, который несет благую весть для этого человека. И душа этого человека может быть спасена. Второе. Для кого Альфа-курс открыт? Если вы недавно в церкви, и если вы теряетесь, вы не знаете каких-то основных понятий, когда здесь говорится о молитве, о вере, добро пожаловать на Альфа-курс. Добро пожаловать. Мы разбираем как раз все эти темы. И на Альфа-курсе мы не только даем какую-то тему, да, но у нас есть возможность высказываться, общаться. У нас всегда накрыт, знаете, как в Писании написано, что Бог накрывает пир. У нас мы тоже накрываем столы, у нас всегда есть ужин, чай, кофе. И мы общаемся. Мы не только слушаем, но мы и общаемся. Есть возможность высказываться. И многие люди нашли друзей на Альфа-курсе. И я всегда говорила, что вот для этих двух категорий людей, неверующих людей, или если вы только вновь обрели веру, Альфа-курс открыт. Но недавно я поняла, что на Альфа-курс мы можем приглашать еще третью категорию людей. Это показал мой опыт. Недавно просто сидели с подругой в кафе, и к нам подошел мужчина, мой знакомый, который давний, да, он был у нас в церкви, он служил в церкви. И мы живем в одном районе, и часто, когда он меня видит, даже издалека он всегда ко мне подходит, ему хочется пообщаться. Он расспрашивает о церкви, и тут он к нам подошел в кафе, просто подсел прямо с едой к нам с подносом, и начал расспрашивать о церкви. И я просто решила, что вот Альфа-курсы для таких людей, которые ушли когда-то, ну, оборвали все связи, но они хотят вернуться и не знают как. И я решила, что я им позвоню или напишу, и приглашу его обязательно. Так что, если у вас есть такие люди, и вот, кстати, было как раз свидетельство, на прошлый Альфа-курс пришла одна сестра, которая просто, она давно очень была в церкви, но какое-то время просто перестала ходить в церковь и решила вернуться через Альфа-курс. И меня вот, и ее свидетельство также натолкнуло на то, что таких людей можно приглашать на Альфа-курс. И, дорогие, для чего это я вам сегодня, моя дорогая церковь, рассказываю? Потому что это служение Альфа-курса, оно, во-первых, финансируется церковью, оно благословлено церковью, и я хотела бы призвать вас, принимать активное участие в служении, в этом служении. Каким образом? Во-первых, молиться. Вы знаете, многое может усиленная молитва праведна. Вот мы сейчас уже начали с командой собираться, просто молимся, чтобы у нас всегда практически есть свободные места, чтобы Бог наполнил это помещение, этот пир людьми, чтобы это не было, как в той притче, когда, помните, когда Иисус, по-моему, Матвея, 22 главе, говорит, что накрыт этот пир, начали звать людей, а у каждого своя причина. Мы молимся, чтобы нашлись люди, которые бы откликнулись, отложив свои заботы, проблемы, и просто пришли. Потому что мы тратим ресурсы, финансы, силы, молитвы, и у нас всегда практически есть свободные места. Поэтому, дорогие, я приглашаю вас принимать активное участие молитвой, и также, пожалуйста, приглашайте людей на этот альфа-курс. У нас вот мы сделали по традиции такие бумажные пригласительные, их немного, очень маленький тираж мы сделали, но вы можете брать и просто как пригласительный билет давать людям, ну, предварительно побеседовав. И также в понедельник у нас, каждый понедельник, если у вас будет на сердце, просто в 7 часов вечера просто дома, может быть, склонить колени и молиться за то, чтобы Господь сверхъестественным образом действовал вот на этом альфа-курсе, чтобы касался сердец людей, чтобы люди обретали спасение, наполнялись Духом Святым. У нас есть, кстати, там целый семинар, тема «Кто такой Дух Святой?». И давайте сейчас встанем, помолимся за начало альфа-курсом. Я верю, что без Божьего благословения здесь нечего и делать, потому что душа человеческая способна к изменениям только если Господь прикоснется. Господь наш дорогой, мы соединяем наши голоса, соединяем наши сердца в молитве за это предстоящее начало альфа-курса. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сверхъестественным образом действовал в жизнях людей. Господь, мы прямо сейчас имеем в виду наших близких, родных, Господь, тех, кто действительно нуждается в Тебе. Мы просим, Господь, чтобы Ты коснулся этих людей, и, может быть, они откликнулись бы на наши приглашения. Приведи этих людей. Мы просим также, благослови весь ход этого альфа-курса. Господь, веди нас из темы в тему, веди нас из веры в веру, Господь, из славы в славу. Пусть просто эта трапезная комната, где мы будем собираться, она наполняется Твоим Духом Святым, Твоей Любовью Божией. Пусть мир и радость будут и присутствие Царствия Твоего. Благодарим Тебя, Господь. Я верю, что мы увидим плоды в виде спасенных душ, Господь, в виде откликнувшихся людей на Твой Божий призыв. Благодарим Тебя, Господь, и прославляем Тебя. Аминь. Аминь. Благодарю Вас за поддержку. Субтитры подогнал «Симон»